Привет, друзья! Канал «Реализация законного права. Правовые аспекты временной защиты в Азербайджане». В этом видео я отвечу на все ваши постоянные вопросы об этой стране. Подготовленное юридическое разъяснение актуально на период действия временной защиты в Азербайджане. Сразу отмечу, что вся дополнительная информация будет в описании под видео. Делитесь этим видео, чтобы помочь как можно большему количеству нашим соотечественникам за границей. Друзья, согласно распоряжению Кабинета министров Азербайджанской республики номер 9 от 13 января 2022 года Украина внесена в список стран, граждане которых без карантинных ограничений могут выезжать воздушным транспортом на территории Азербайджанской республики при наличии действительного загранпаспорта, документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, наличие сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем 72 часа до пересечения границы. В то же время для иностранцев, в том числе граждан Украины, в соответствии с решением оперативного штаба Кабинета министров Азербайджанской республики от 5 апреля 2020 года продолжает действовать запрет пересечения сухопутных границ Азербайджанской республики наземным транспортом. Следующий вопрос. Решение страны о принятии временно перемещенных лиц из Украины. Правительством Азербайджана, друзья, не принято. Следующий вопрос. Медицинская помощь. По телефону 103. Предоставление неотложной медицинской помощи иностранным гражданам АР осуществляется на безвозмездной основе в государственных лечебных учреждениях, в том числе в случае возникновения внезапных острых заболеваний, угрожающих жизни. Информацию о перечне лечебных учреждений с указанием адресов и номеров телефонов можно получить на веб-странице. Следующий вопрос. Режим въезда. Режим въезда безвизовый. Визы не оформляются. Въезд осуществляется по загранпаспортам. Срок однократного пребывания не должен превышать, друзья, 90 дней. Для продления пребывания на срок более 90 дней при наличии соответствующих оснований необходимо обратиться в Государственную миграционную службу АР для оформления соответствующих разрешительных документов. Внимание! В течение 15 дней со дня въезда необходимо зарегистрироваться в Государственной миграционной службе Азербайджана. Процедуру осуществляет принимающая сторона путем отправки анкеты по электронному адресу указанной службы. При въезде на срок менее 15 суток регистрации не производится. За нарушение миграционного режима взимается денежный штраф в размере от 300 до 500 монатов. Дополнительные документы при въезде также не требуются. Следующий вопрос. Следует ли ходатайствовать о статусе беженцев? После приезда в Азербайджан можно обратиться лично в Государственную миграционную службу АР. Решение о предоставлении статуса беженца принимается Государственной миграционной службой в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца. Следующий вопрос. Какие ограничения на въезд действуют в связи с коронавирусом COVID-19 и какие документы необходимо предъявить? Друзья, пересечение сухопутных границ для граждан иностранных государств, в том числе и Украины, в настоящее время невозможно в связи с карантинными ограничениями. С 13 января 2022 года гражданам Украины разрешен въезд в Азербайджанскую республику при наличии сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР, диагностирование коронавируса COVID-19, полученный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы и документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации. Это две дозы спутник Лайт или одна доза при прививке вакцины Джонсон-Джонса. Следующий вопрос. Пересечение границы без биометрического загранпаспорта. Да или нет? Друзья, ответ – да. Следующий вопрос. Что делать, если срок действия загранпаспорта истекает? С вами ребенок без загранпаспорта. На период действия военного состояния в Украине 1 марта 2022 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 28.02.2022 года номер 170 с названием «Некоторые вопросы внесения информации в паспорт гражданина Украины для выезда за границу». Это было название. И будет действовать в течение года со дня прекращения военного состояния в Украине. Следующий вопрос. В соответствии с постановлением утвержден временный порядок внесения определенной информации в паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Далее загранпаспорт. А именно, в случае истечения срока действия загранпаспорта такой паспорт может быть продлен. Срок возможного продления паспорта до 5 лет. Дальше. Продление срока действия загранпаспорта может быть оформлено не раньше, чем за 3 месяца до истечения срока действия паспорта. Следующая загранпаспорт ребенка до 12 лет может быть продлен на срок не более срока его выдачи. Также данные детей до 16 лет при отсутствии у них загранпаспорта могут быть внесены в загранпаспорт родителей с клеиванием фотографий ребенка, детей с указанием их персональных данных. Такая информация о ребенке удостоверяет личность и подтверждает гражданство такого ребенка. Следующий вопрос. Законный представитель для внесения в загранпаспорт информации о ребенке представляет в посольство Украины в Азербайджанской Республике следующую перечень документов. Итак, загранпаспорт, заявление о внесении в загранпаспорт информации о ребенке, свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. В случае отсутствия свидетельства о рождении, законный представитель может подать выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния, то есть аксов, о государственной регистрации рождения. Также, друзья, нужно две фотографии ребенка размером 3,5 на 4,5. Фон для фотографирования лица должен быть однородным, светлым, то есть это должен быть либо белый, либо светло-серым, и контрастировать с лицом лица, одеждой, волосами при наличии. Также документ, подтверждающий полномочия личности как законного представителя. Выданные компетентными органами иностранного государства документы, подаваемые для внесения в загранпаспорт информации о ребенке, удостоверяются в установленном законодательством порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. Такие документы представляются с переводом на украинский язык, заверенным нотариально. Внесение информации о ребенке осуществляется в день обращения законного представителя безвозмездно. Внесение в загранпаспорт информации о продлении срока его действия осуществляется в день обращения лица, на чье имя оформлен, паспорт или его законного представителя также безвозмездно. Следующий вопрос. Пересечение границы с домашними животными. Для ввоза домашних животных на территорию Азербайджана и других стран необходимо наличие международного ветеринарного паспорта с указанием вакцинации против бешенства. Минимум за 30 дней до въезда и максимум через 1 год после вакцинации. Друзья, мы сейчас с вами живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать свои права за границей. Также, уважаемые соотечественники из Украины, если у вас есть вопросы относительно временной защиты в 150 странах мира из-за военной агрессии РФ против Украины, можете обращаться за разъяснениями по правым аспектам. Или подписывайтесь, друзья, на канал и увидимся с вами в следующем видео.